доброе утро я сейчас буду готовить свой завтрак я уже практически в процессе можно сказать и это будет шакшука я надеюсь что я правильно ставлю ударение это блюдо из израильской кухни которое сейчас набирает все больше и больше популярности и главными героями шакшуки являются яйца я возьму 2 потому что мне этого с головой хватит мне а также нужны помидоры я выбираю такие продолговатые которые не превращаются сразу в соуса сохраняют свою текстуру во время термообработки я залила их сейчас кипяченой водой из чайника потому что я собираюсь снять с них кожуру конечно же соль перец желательно свежемолотый оливковое масло или масло ким и базилик кумин я буду использовать можно взять орегано любые приправы и еще все люблю посыпать свежим луком и базиликом когда это все готово и дальше дайте своей фантазии разыграться потому что вы можете добавлять колбаску в паржу в принципе все что угодно все что вы любите все что сочетается с помидорами и с яйцами я покажу вам свой базовый рецепт на который вы грубо говоря можете наслаивать все что угодно и вот когда помидоры буквально минутку полежат в горячей воде эта шкурка очень хорошо очищается еще приготовьте небольшую сковородку с крышкой я нарезала помидоры убрала сердцевинку с косточками и разогреваю немного оливкового масла а это все происходит я нарезаю помидоры кубиками и выкладываю прямо на сковородку жарим мы это делаю минуты четыре наверное чтобы вода немного ушла с помидоров но чтобы они не превратились в кажется даже помидорки добавим пол зубчика чеснока так будет вкуснее или же можно нарезать лук какой-нибудь тоже поджарить добавлю немножко зиры я очень люблю эту приправу она кстати классно подходит к разным маринадом к мясу перчик чуть-чуть солим спустя две минутки прекращайте мешать помидоры и на довольно интенсивном окне даем им поджариться и самое интересное вбиваем яйца прям сюда на сковородку немного соли на яйца перца накрываем крышкой и ждем когда яйца будут готовы это можно определить по белку он должен стать белым собственно тогда наша шакшука уже будет готова вот и готово наша шакшука я люблю есть прямо из сковородки думаете что хотите помните что это база на которую вы можете наслаивать даже сосиски если вам этого захочется очень вкусно подавать с багетом это у меня томатный хлеб который мы будем печь скорее всего в конце этого видео потому что у меня вот остатки на сегодня у меня по плану торт без выпечки но его нужно делать чуть-чуть заранее потому что масса из маскарпоне должна будет немного застыть нам понадобится вот такая форма в которую мы все будем выкладывать можно также сделать какие-то красивые стаканчики и тогда получится все порционно на дно пойдут вот такие мягкие бисквитные печенюшки если она у вас более жесткая то тут я советую его чем-то пропитать девчонки поделитесь чем можно если будут есть детки потому что для взрослых можно или просто амаретто немножко полить или амаретто с водой и потому что все это пропиталось не было таким твердым у меня же печенье достаточно мягкая поэтому я по этому поводу не буду заморачиваться конечно же маскарпоне маскарпоне это вообще просто король десертов у меня здесь полкилограмма йогурт натуральный и сливки минимум 30 процентов чуть-чуть молока любые ягоды и желатин также шоколад я уже измельчила его у меня горький можете взять любой такой как нравится вам на дно я выложила бумагу чтобы торт не прилип у меня вот такое небольшое печенье и выкладываем я все-таки решила добавить немножечко пикантности моему тортику взяла ром-малибу он слегка косовый вот так осторожно чуть-чуть грамму лечку добавляю на бисквит займемся главной начинкой выкладываем маскарпоне выливаем сливки и маскарпоне и сливки должны быть охлажденными 100 грамм сахара и взбиваем это дело буквально одну-две минуты чтобы масса стала такой чуть-чуть взбитой почти готова мы идем к плите берем кастрюльку 200 миллилитров молока доводим до кипения убираем с огнем и кладем полторы ложки желатина мешаем мешаем пока желатин полностью не растает не растворится и сюда же постепенно по одной ложке выкладываем йогурт у нас получилась такая однородная масса густая возвращаемся к маскарпоне и и теперь вот эту нашу густую сметану мы выливаем в маскарпоне со сливками взбиваем одну минуту буквально на маленьких оборотах наш тортик получился типа как строчателло мы прям сюда добавим немного шоколада но часть оставьте для декора и сюда же кладем малинку не забывайте что часть малины мы оставляем для декора или любых ягод которые вы используете осторожно перемешиваем чтобы все распределилось более-менее равномерно но чтобы малинки также сохранили свою форму не обязательно но прикольно выглядит когда разрезаешь ну и финальный шаг мы выкладываем все поверх печенья честно говоря мне даже не хочется чтобы этот тортик имел идеальную форму потому что все десерты даже мороженое в стиле строчателло всегда какие-то такие просто знаете что кто-то что-то налил и она застыла и это шоколадом вот поэтому я так и оставляю потом мы все украсим еще немножко шоколадом и малиной но это через несколько часов и увидимся через какое-то время прошло три часа тортик хорошо застыл если вы переживаете что вдруг он не возьмется то кладите 2 столовых ложки желатина но мне кажется что этого достаточно он такой больше кремовый нежели желейный посыпаем чуть-чуть шоколадом видите что я спокойно переложила его на блюдо но в следующий раз знаете как я бы сделала я бы прям вот сюда все выкладывала но оставила бы только вот эти бортики от формы и также мне очень нравится когда десерт повыше то есть чтобы диаметр самой формы был чуточку уже меньше вот так да чтоб тортик был ну повыше ну смотрите сами какая есть такая и есть и так как я сказала очень здорово порционно это все подавать очень красиво и еще малинка я бы просто так насыпала поверх и мне больше нравится когда небрежно вот и готов наш роскошный летний десерт но вы можете заменить ягоды на любые фрукты сезонные будет тоже очень-очень вкусные и также здорово когда они разноцветные но я так люблю малину и дети также поэтому в этот раз я сделала с малиной приятного аппетита чуть не забыла вы всегда просите меня показать как это выглядит в разрезе вот такая красота вкуснота и да я все-таки советую вам пропитывать чем-то бисквиты и даже посильнее намочить если берете ликер или ром так как я то на половинку с водой так размешивайте и щедро так поливайте ложкой готовим с вами летний салат с гениальным соусом который вы можете использовать хоть просто с листьями салата с помидорами поливать это все будет очень вкусно также можете использовать зеленый шпинат рукколу у меня здесь вот такая зелень по-польски это рушпонка как по-русски и без понятия у нас такого в продаже я не видела но не суть главное чтобы вы вдохновились также я искренне считаю что сочетание ягод и козьего сыра это что-то новое это необычное и еще с вот этим соусом это нереально вкусно если не любите козий сыр то берете камембер или тоненько нарезаем пармезан также сюда же можно добавить прошутто на общем видите что главное дать толчок своей фантазии что нам еще понадобится красный лук я очень люблю красный лук за то что он дает такую некую сладость и он не настолько острый агрессивный и пахучий после как обычный лук для героя нашего салата нам понадобятся орешки кешью у меня вот такие они не соленые и не обжаренные можете немножко их поджарить я считаю что вот эти из iHerb самое лучшее заканчивается очередная упаковка винный уксус белый горчица мед и оливковое масло берем блендер высыпаем сюда орехи вот приблизительно столько и измельчаем их кешью очень классные они не слишком твердые я думаю что каждый блендер с ними нравится даже ручной горчица если у вас острая то берите меньше немного меда лимонный сок у меня лимон небольшой поэтому я целый возьму где-то чайную ложечку винного уксуса немного воды потому что у нас там орехи вот так не знаю две столовые ложки у меня закончилось оливковое масло представляете так что я возьму масло косточек винограда еще очень классная масло авокадо две с половиной столовых ложки но все пропорции я напишу вам в инфобоксе и еще раз все миксуем блендером такого количества соуса хватает максимум на два салата начинаем выкладывать сначала зелень дальше клубника нарежем ее немного если вы будете смотреть этот футбук позже зимой например то отвариваем свеклу и без проблем заменяем свежие ягоды на более сладкий овощ так этот сыр не нарезается он слишком мягкий поэтому вот так прям руками при желании вы также можете добавить сюда например курицу с грилем или даже копченого лосося то есть видите вариации салатов я вам подкинула уже сразу несколько конечно вот эти ножи для стейков для того чтобы нарезать какие-то овощи но я просто подаю когда накрываю стол я не помню что это за бренд а вот по-французски лучше не буду коверкать но они продаются на ларедут а вот таких я вам говорила и лучок мы нарезаем кольцами я тут за кадром плачу о господи немного малины я еще решила для красоты посыпать орешками кешью а вы зимой можете использовать например гранат да и потом его едят с косточками мой салат на сегодня готов но знаете что это салат-трансформер который вы можете видоизменять в зависимости от ваших предпочтений поливаем соусом и приятного аппетита этим рецептом грех не воспользоваться летом когда все овощи супер свежие все доступно и стоит недорого и главное что это очень очень вкусно это овощной рататуй или говоря простым языком тушеные овощи для этого нам понадобятся помидоры вот такой формы они хорошо развариваются и дают классный соус если вам нравятся кусочки то берите такие сливки более продолговатой формы баклажан вовсе не обязательно его чистить цукини можно заменить на кабачки большая луковица 2 зубчика чеснока немного паприки мне не нравится когда паприки слишком много тем более учитывайте то что она обычно тушится дольше и еще конечно же приправы не нашла я свежий тимьян хотя очень люблю но здесь он не в каждом магазине продается поэтому беру свежий базилик петрушку и сушеный тимьян все эти приправы можно спокойно заменить на измельченные вот в таком виде конечно же соль перец и оливковое масло приступаем к работе кастрюльку желательно с толстым дном наливаем оливковое масло у меня такое которое мы привезли из хорватия но сразу уже идет с разными приправами но я и приправы это любовь на века высыпаем измельченный лук и чеснок и поджариваем несколько минут смотрите чтобы они не пригорели теперь сюда же в кастрюльку мы кладем помидоры и паприку этом же этапе кладем всю нашу зелень и еще немножечко тимьяна соль по вкусу у меня это где-то одна чайная ложечка и чуть-чуть перца свежемолотого тушим 12 минут под крышкой периодически помешивайте овощи и спустя там 10-12 минут добавляйте остальные то есть кабачки и баклажан перемешайте все и также тушим под крышкой 12 минут периодически мешаем можете подавать его в теплом и в холодном виде с какими-то крупами можно просто даже поджарить багет с чесночным маслом и съесть в виде какой-то закуски или даже обеда если очень жарко и не хочется есть в общем вариаций очень много пробуйте я уверена что вам понравится сейчас мы с вами будем готовить такую вкуснятину пальчики оближешь это закусочный хлеб это не совсем обычный хлеб поэтому мы будем использовать сушеные помидоры также свежий базирик отлично если есть и нам еще понадобится вот такая форма которая застегивается для этого рецепта нам необходима любая мука я буду смешивать две светлую и темную заранее достаньте масло сливочное чтобы оно подтаяло и было таким мягким два зубчика чеснока 30 грамм свежих дрожжей но без проблем можно использовать сухие напишу нужное количество в инфобоксе сушеные помидоры и сразу предупреждаю вас что не выливайте масло которое здесь есть у меня они в оливковом масле наверное да и с какими-то приправами но сойдет самое ну сойдут любые чуть-чуть сахара для теста и базилик конечно перец и соль еще теплая вода теперь займемся тестом мой прибор также вымешивает его поэтому я воспользуюсь им я покажу в какой поочередности я добавляю ингредиенты а вы возьмите объемную миску и вымешайте это все руками для начала 400 грамм обычной муки или же берем больше и если вы не используете темную два раза меньше темной муки то есть 200 грамм чуть больше стакана воды больше 300 миллилитров чуть теплой воды у меня получилось полтора вот таких небольших 30 грамм дрожжей их нужно покрошить запах дрожжей ассоциируется у меня с работой мама раньше работала на биохим заводе в обухове если знаете вот и у нее в лаборатории пахло чем-то таким 1 чайная ложечка сахара и 2 чайных ложки соли сюда же будем наливать масло из сушеных помидоров если вы забыли и вылили его то возьмите просто оливковое 50 миллилитров и мешаем миску наливаем немножко оливкового масла чтобы она не прилипала формируем шарик я еще накрыла пленкой и отставляем какое-то теплое место минимум на час немножко листьев базилика чеснок и помидоры измельчаем в блендере но сначала не сильно не до состояния крем-супа так немножко все сбрасываем на дно если вдруг так как у меня разошлось по стенкам мягкое масло немножко перца вот столько соли не больше потому что у нас и так соленые помидоры еще раз все перемалываем нам нужна вот такая консистенция с кусочками смотрите как здорово выросло тесто сейчас будем его раскатывать нам нужно сформировать плюс-минус прямоугольник и раскатываем не слишком тонко так чуть-чуть берем наши помидоры и смазываем это все но формы вот этой смазываем маслом и пока мы этим занимаемся разогреваем духовку до 200 градусов теперь берем нож и нарезаем полосками тесто складываем в гармошку даже немножечко все сдвинула потому что раньше у меня была форма чуть меньше диаметром но мне ее не вернули поэтому я не привыкла что это больше чтобы он сильно не разбухал в одну сторону я выложила в форму немного фольги и будем запекать чуть не забыла сказать красоту нашу запекаем 25-30 минут при режиме подогрев сверху и снизу к сожалению это не мой рецепт но я вам абсолютно точно гарантирую что если вы попробуйте этот королевский хлеб он навсегда останется в ваших любимых рецептах потому что он покоряет всех с первого раза и меня когда-то тоже его не нужно резать перед подачей просто выложите его на какое-то блюдо и каждый сможет оторвать себе такой кусочек как ему хочется на этом мы с вами будем прощаться надеюсь что вам было интересно не забывайте поддержать меня пальчиком вверх мне всегда очень очень приятно ваша обратная связь приятного вам аппетита пока пока до новых встреч уже совсем скоро